Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Руслан Жукаев. Марка Гальперина. За приемом посетителей наблюдал и наш корреспондент Артур Мкце. Мои друзья здесь, в Карачаеве Черкесии, попросили меня приехать и помочь местным, так сказать, жителям. Собственно, для этого я сюда и приехал. Визит специалистов подобного уровня – это почти всегда событие. Многолетний опыт работы в области лечения различных типов хронических болей, владение всеми видами лечебно-диагностических блокад, делает врача-анестезиолога Марка Гальперина незаменимым помощником людям, которые годами не могут вести полноценный образ жизни, радоваться происходящим вокруг переменам. Болит у него поясница с радиацией в левую ногу с 2006 года, и сегодня 22-й год. То есть болит у него уже 16 лет. И болит у него потому, что у него ущемлен корешок межпозвонковый режим. И сейчас мы сделаем блокаду, которая полечит этот корешок. Боли в спине, шее, в суставах, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Обращающиеся за помощью люди надеются, что их боли, если и не уйдут совсем, то станут меньше, глуше. Столичный специалист несколько лет назад уже встречался с некоторыми из своих нынешних пациентов. Делал блокаду на очаг боли. И на длительный период времени проблемы переставали беспокоить. Ну, как я понимаю, здесь все необходимое оборудование есть. Абсолютно. Мы дали список, который, в общем-то, полностью нас удовлетворил, что, в общем-то, приятно. Несмотря на то, что, казалось бы, это периферия, все есть. Вот. И мы с удовольствием работаем. Прекрасные условия. Мы были здесь несколько лет тому назад. Это было все намного более, так сказать, примитивно, но на более примитивном уровне. На сегодняшний день я себя чувствую точно так же, как в Москве. Прием специалистам посетителей проходил бесплатно. Его визит в КЧР стал возможен благодаря договоренности с коллегами из нашей республики и в рамках столетия Карачаева-Черкесии. Артур Мхце, Олег Махожев, Вести Карачаево-Черкесия. В пункт проката технических средств реабилитации на базе городской больницы города Черкеска было передано инвалидное кресло от депутата парламента Карачаева-Черкесии Игоря Гонова для того, чтобы помочь пациентам с людям с ограниченными возможностями здоровья. Со дня открытия пункта проката было выдано 30 средств для технической реабилитации. И, как показывают отчетные данные, самым большим спросом пользуются инвалидные коляски и трости. На данный момент в наличии есть одно детское инвалидное кресло. Специалисты пункта проката отмечают то, что такие благотворительные пожертвования помогают большому количеству людей. Хочу поблагодарить от имени Министерства труда и социального развития КЧР нашего депутата Гонова Игоря Яхьяевича за такой, скажем так, добрый шаг людям навстречу, людям непростым, с ограниченными возможностями здоровья. Каждый вклад ценен. Огромное спасибо отдельно партии «Единая Россия» за такую возможность в расширении того ассортимента технических средств реабилитации, которые у нас имеются на сегодняшний день. Огромное спасибо. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ветер западный 5-10, в горах будут порывы до 11-14. Температура ночи 12-17, в горах до плюс 10, а днем 27-32 градусов тепла и местами до плюс 23. В Черкесске слабый дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи 15-17, а днем 29-31 градусов тепла. Мировые стандарты лечения катаракты в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Ведущие хирурги из крупнейших городов России. Передовое оборудование и высокотехнологичные хрусталики из Америки и Европы. Избавьтесь от катаракты за один день. Глазная клиника «Факт». Пятигорск. Телефон 8 800 700 90 89. 8 800 700 90 89. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 938 030 30 50. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. В рубрике «Наши наследия» сегодня мы расскажем вам о карачаевском селении Джамагат, существовавшем более 200 лет назад. Его история трагична и вместе с тем уникальна. Известно, что первоначально аул был образован выходцами из Баксанского ущелья князьями урузбиевыми. Подробнее расскажет шерифат Лепшокова. Велик, богат аул Джамагат. Он никому не платит дани. Строки гения русской литературы известны многим. Но каким был тот сам аул, вдохновивший Лермонтова? Известно, что карачаевское селение Джамагат располагалось здесь, на этом месте, в одноименном ущелье, на территории нынешней Тибирды. В конце XVIII века на карте карачаев появилось новое селение – Джамагат – общество, заселенное преимущественно выходцами из горного Баксанского ущелья. Предыдущее место было не очень удобным для ведения скотоводства и земледелия. Была и другая причина. Среди господствовавшего в верховьях Баксана княжеского рода урузбиевых довольно часто случались обычные для того времени междоусобицы. Да и миграции были нередки. Так, часть карачаевских князей урузбиевых вместе с рядом жителей переселились на территорию нынешней Тибирды. История сохранила имя одного из биев, звали его Алхаз. Всего в селении находилось около 50 дворов, что было немало. Новое место оказалось удобно расположенным. Основная часть мигрантов была из Баксанского ущелья, там называют карачаевцами. Дело в том, что, собственно говоря, многие, кстати, забыли, что, собственно говоря, Баксанское ущелье – это одна из родин Карачаи, если можно сказать. Собственно говоря, Карачаи начинался из двух ущельей, из Баксанского и Кубанского. Это как бы такие центральные, как бы такое сердце, можно сказать, или два сердца Карачая. И то, что карачаевцы проживали в Баксанском ущелье, об этом свидетельствуют и, в принципе, археологические данные, и письменные источники, в частности, материалы русского посольства 1639-1440 года в Менгрелию, в Западную Грузию. Говоря об экономической составляющей аула, это было скотоводство традиционного карачаевского типа с летними выпасами и зимней стоянкой. Развивалось и земледелье. Для поднятия урожая в Карачае и Балкарии применялось орошение, проводились каналы и лепины. И сегодня их можно наблюдать в старинных карачаевских селениях. «Если не орошать довольно песчаные, не очень плодородные земли, можно было остаться без урожая», говорит Рустам Бегеулов. По словам доктора исторических наук, чума, по приблизительным данным, пришла в селение в 1804-м или в 1807-м годах, при жизни еще первых переселенцев. Трагические события того времени сохранились и в народной памяти, в песне и кинчи имена. Если большая волна началась в 19 веке, то очаги вспыхивали еще в 18-м. Прежде всего в Грузии. Царское правительство предпринимало меры по недопущению эпидемии, вводило карантины. Но в начале 19 века вспыхнул крупный очаг. В Чигемском ущелье умерло две трети населения. В Дегорском, на территории Западной Осетии, чума скосила вплоть до половины жителей. Сильно пострадал и джемахат. Часть населения погибла, остальное переселилось в другие аулы. Многие вернулись в Баксанское ущелье. Двое из князей Урузбиевых, один из которых был тот самый Алхаз, умерли от чумы. Их мавзолеи сохранялись вплоть до 1950 года. Занести могли именно, допустим, джемахат и из Грузии. Потому что и торговые, и экономические связи тогда были очень развиты с Грузией, вообще с Южным Кавказом. Особенно горные районы. В принципе, они очень интенсивно общались друг с другом. Допустим, Сванетия, Карачаи, Рачаи, Балкария и так далее. Но, с другой стороны, они могли быть принесены из соседних регионов. Уже в 1804 году отмечались вспышки заболеваний в Кабарде, допустим. То есть они могли быть оттуда занесены. Так огромный аул перестал существовать. Но до этого одно время, в 1804 году, джемахат стал местом религиозного движения на Кавказе. Широко известны имена шейха Мансура и мама Шамиля. Но были и их идеологические предшественники. Один из них – кабардинский князь Адельгири Атажукин. В конце XVIII века за антиправительственные выступления был выслан в Екатерина-Славль. Бежал, вернулся на Кавказ. Князь выступал за равенство между мусульманами. Опираясь на исламские постулаты, пытался заменить старые адаты на суд шариата. Адельгири Атажукин поселился в Джемахате. Здесь находились его единомышленники. Привлекало и удобное расположение, благодаря чему Аул стал центром исламской пропаганды на Кавказе. Экономически и культурно развитый джемахат привлекал многих. Сегодня, спустя больше чем 200 лет, предпринимаются новые шаги для возрождения былой славы Аулла. Планируется возвести новый курортный квартал джемахат, где будут созданы все условия для отдыха туристов и местных жителей. Шрифат Лепшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберта. В Управлении вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по республике состоялся брифинг с участием филиала ОВО по Карачаевску. На вопросы журналистов отвечал начальник Керим Богатурев. Основные вопросы касались услуг, предоставляемых подразделением на территории Карачаевска, существующие виды сигнализации, такие как Юпитер, работающий по GSM-каналу и переток по радиоканалу, также охранная и пожарная сигнализация и кнопка тревожной сигнализации, установленная на охранном объекте и подключенная на пульт централизованного наблюдения. Кроме того, под охраной ОВО находятся объекты здравоохранения, торговли, образовательные и спортивные организации. Любой желающий может подключить свой дом или имущество под охрану. Для этого необходимо обратиться в отдел ОВО, написать заявление и предоставить документы на право собственности. Тесно взаимодействуем, вместе проводим уроки мужества в образовательных учреждениях. Практически мы были во всех школах, с нами была и пресс-служба, тесно взаимодействуем. Также мы совместно с ветеранами правопорядка провели акцию в Зеленчугском районе, дом-интернат. Где я проживаю, престарелый я. В Карачаево-Черкесии завершились двухнедельные сборы МЧС России с летным составом авиационных формирований. Специалисты авиационно-спасательного центра МЧС, спасатели всех отрядов страны, в том числе и подразделения республики, отрабатывали навыки по спецработам. В горах на акватории плацдармом для работы на воде стало Кубанское водохранилище. В сборах приняли участие вертолеты Ми-8, К-32, самолеты Б-200 и Л-76. Летные экипажи совместно с личным составом спасательных формирований отрабатывали навыки взаимодействия в условиях ЧАЭС. В том числе парашютное и беспарашютное десантирование, подъем пострадавшего из воды на борт вертолета, работа катера в условиях спасательной операции, спасение пострадавших с помощью самолета-амфибии. Слаженность, самое главное, это слаженность как летного, так и личного состава спасателей, потому что это единый организм, единый коллектив, которые работают со слаженными пилотами, управляя воздушным судном, а спасатели делают свою работу, как спускаясь или поднимаясь на воздушное судно, с пострадавшим, за пострадавшим и с пострадавшим. Я горжусь своим летным составом, потому что наиболее опытный, наиболее подготовленный, с душой в авиации, с душой в авиации МЧС, потому что те задачи, которые выполняют наши пилоты, ну, не подстать, говорить, другим. Наиболее сложные, наиболее опасные задачи выполняются с достойным качеством без летных происшествий. Подробнее о рабочих буднях спасателей и их готовностью действовать в реальных условиях чрезвычайных ситуаций смотрите в итоговой программе «События недели» в воскресенье в 8 часов утра. Это все весы на сегодня. Хороших выходных и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!